Могут ли сказать анализы ДНК о том, кто древнее тут на Кавказе народ, то есть самый автохтонный народ Кавказа? Вот я еще этого смотрел и с ним тоже общался, Назим Гиджираты, где он говорил, что здесь находят древнейшие артефакты, древнее, чем в Иране, то есть это он говорит в подтверждении того, что, как считается многими историками и ирановедами, то, что большой Иран именно отсюда, с Северного Кавказа начинался. Они как многие говорят, что мы пришли. Фред, вот это вот последние палео ДНК данные, посмотри на стрелки, это Рейх, Лазавидис и так далее, посмотри откуда индоевропейцы идут, вот эта синяя стрелочка, это вот первые, их назвали индоанаталийцы, вот они проиндоевропейцы, и посмотри Кавказ, то есть мы на своем месте, а вот они под вопросом. Насчет истории я тебе скажу, кто вот нам подпортил историю, это советские, советские деятели. А у советских деятелей была такая программа, скрестить все народы, любым образом. Вот вы на Кавказе живете, да, вы кавказцы, но у вас язык, допустим, пришли. Вот Астина вот так, смесь бульдога с носорогом, понимаешь? Это и археологи советские делали, это и антрополог Алексеев, он очень много такого вот натворил, что это, сейчас бы вот этому Алексееву антропологу показать палео ДНК данные, чтобы он очухался. Ну, человека давно нету. А так Герасимов, он наоборот говорил, Астина это потомки Аланов, то есть антропологически то, что небольшие изменения произошли в большом народе, это смешиваться начали, это одно. Плюс, ну, наш вот великий лингвист тоже под эту дудку получает запел, там субстраты какие-то левые находил, то да сё. И вот это, а соседи, они этим всем и пользуются, понимаешь? Они вот это всё, они приводят данные Абаева, они приводят данные Алексеева, они приводят данные Крупнова, Виноградова и так далее, понимаешь? То есть археологов, антропологов, лингвистов в тех лет, они это всё приводят. Хотя наука давно шагнула широкими шагами выше туда, что всё по-другому немножко. И вот они вот под это подстраиваются, и в Войнахский ДНК-проект, там миллионы просто вложены, миллионы в исследования Войнахов. У Асетин такого нет, у нас там чуть более десятка Биг Игриков, которые стоят, допустим, 500-600 долларов, чтобы ты понимал. А в Войнахов их десяток тысяч, то есть я не думаю, что чеченцы богаче Астин, просто там есть спонсоры, понимаешь? И у них это всё идёт очень хорошо, и поэтому, допустим, на Древе Игрик-Фул, там в основном они везде сидят, в любой гоплогруппе, в любом субкладе они есть. И они ждут уже новеньких там, допустим, Валю, Алан, там и других и так далее, понимаешь? Вот в чём дело. Астины тоже из этих субкладов есть, но Астин слабо протестированный, и они на Древе Игрик-Фул нет, потому что Биг Игриков нету. Биг Игрик — это полногеномные тесты Игрик-ДНК. И они вот этим пользуются, понимаешь? Кто успел, тот и присел. И тут, когда археолог, допустим, тот же Крупнов делает какие-то новые, допустим, публикации и так далее, и он не может пройти мимо. Он видит, вот, пожалуйста, Алан, вот он, тейп, шо, оно и то да сё. И всё. И он уже говорит, вот эти, 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 те же Алланы туда-сюда, понимаешь? Потому что вот ДНК-факт. А в этом же полёте потом Купеева, наконец-то, а не Купеева, про акт, помимо Купеева ещё есть много других фамилий. Короче, из двух с половиной тысяч фамилий, Фред, у нас протестировано, если 500 протестировано, это хорошо. Короче, чуть более трёх-четырёх сотен, вот, ну, три-четыре сотни примерно вот так, потому что особо мы тестами не были охвачены, и это никому не надо. А это как раз-таки наша история, наше всё. Если бы вовремя нормально тестировали, там было бы по-другому всё.